Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Чтобы дары Духа Святого могли двигаться свободно и сильно в этом классе, минимум в этой неделе. Послушайте, ваш характер, каждого из вас, гораздо важнее, чем каждое ваше служение, которое вы делаете. Кто из вас это знал? А кто из вас знает, что плод Духа гораздо важнее, чем дары Духа? Хорошо, вы знаете это. Ура! И превыше всего и важнее всего — это любовь. Аминь? Если у вас нет любви, вы ничто. Вы ничто без любви. Мы можем говорить о духовных дарах, о духовной силе и о пророчестве. Но апостол Павел говорит, ясно, если у тебя нет любви, ты ничто. Хорошо? Так что это все части основания. Итак, смотрите, духовные дары работают через веру и любовь. Любовь и вера, вера и любовь. Вера и любовь, любовь и вера. То, как работают духовные дары в наших жизнях. И если у вас есть вера, но не любовь, это нехорошо. Если у вас есть любовь, но не хватает веры, вы будете хорошим человеком, но вы не сможете творить чудеса. Так что у вас есть нужда в обоих составляющих. И любви, и веры. И веры, и любви. Это ваше основание в духовных дарах. Это ваше основание для чудес. Для исцелений. Все эти духовные дары, чудеса и исцеления, они должны происходить в вашей ежедневной жизни. Вот это наша главная цель здесь. И мы должны учиться этому. Мы делаем это. И в домашних группах мы должны это делать. Специальные congregations. И это хорошо. Но мы должны выносить это наружу и вносить в нашу ежедневную жизнь. Аминь? Мы с женой пошли в ресторан. Мы туда часто не ходим. Но кто-то нам подарил сертификат подарочный. Поход в ресторан. И мы пошли в этот ресторан. И там была женщина, которая послала своего ребенка в туалет. И я кушал, а она крутилась вокруг стола, где мы обедали. И моя жена не сидела в тот момент за столиком. Она где-то там заказывала на ресепшене себе еду. И вот эта женщина, она крутится вокруг моего столика, высматривает дочку с туалета. И я начал разговор с этой женщиной. И Бог дал мне слово знания. Я никогда не видел эту женщину раньше. Но она выглядела такой очень милой, приятным человеком. И она вот была как-то рядом, недалеко от меня. И я кушаю, и параллельно с ней разговариваю. И она очень такая дружелюбная была. И прямо там в ресторане Господь дал слово для нее. И я сказал, и я поговорил с ней, и я сказал, вот я верю, что Господь вот это и вот это собирается сделать в вашей жизни. И она слушала меня. И это все, что было. Она сказала, что она христианка, что она верующая. Я ее никогда не видел до этого, не знал, кто она. Это церковь, где люди рождены свыше, но они почему-то не верят в крещение Духа Святым. Но я верю, что Господь дал мне слово для нее. И я высвободил ей его. И это не было в здании церкви. Это не было на домашней группе. Это был в ресторане. Я делал что-то очень обыкновенное. Я кушал. Я получил слово. Я не вел себя так. Так говорит Господь. И такие духовные переживания. О, женщина. Послушайте меня внимательно, дамочка. Это от Господа. О, я чувствую, что это от Бога. Нет. Они в таком случае подумают, что вы свихнувшийся. Я кушал свой сэндвич. Очень вежливо разговаривал с ней. И Бог просто дал мне слово. И я передал ей его. Вот что мы по-настоящему должны делать с нашей силой. Донести ее вот туда, к ним. К людям. Аминь. И то, как он способен это высвободить здесь и сейчас. Он способен это высвободить везде. И там, и там, и там. У Бога нет больше силы здесь, в библейской школе, и меньше в ресторане. Или на работе. Или в школе. Или рядом с вашим соседом. У него везде одинаковая сила, где бы вы ни находились. И Он дал нам эту силу. У нас она есть внутри. И Он хочет, чтобы мы ее научились высвобождать. Друг другу, да. Но также и вот этому потерянному миру снаружи. Аминь. Расскажу вам еще одну историю. Я летел с того места, где я живу, с Балтимора, в Аризону. Кто-нибудь слышал про Аризону? Там это замечательное место, и там всегда хорошая погода. Очень красивое место. Это перелет пять часов занимает. У нас три сиденья. Моя супруга у окошка. Я рядышком с ней. И на третьем сиденье еще одна дама сидит. То есть три сиденья было. У моей супруги вид из окошка. У этой женщины проход есть. А у меня страдальческий вид. Вот просто из предыдущего кресла сидящего. Такое ощущение, как будто они каждый раз делают эти сиденья все меньше и меньше. Для меня это выглядит, что каждый раз все хуже и хуже все. Короче, пять часов в перелет. Я сижу рядом с вот этой дамой по левую руку. Четыре часа уже. Пожилая женщина. Может, ей 75. Четыре часа я вообще с ней не разговаривал. Ни слова. И я так подумал, может, после четырех часов тишины я должен заговорить с ней? Я начал разговор с дамой. Милая дама. Говорили о семье, о погоде, о чем угодно. И я потихоньку начал говорить о Господе. И, по-моему, у нее была проблема со спиной. У нее вообще боль была в теле где-то, по-моему, в спине, но, может, и в другом месте. А я говорю ей о Иисусе. О том, как принять Его. И вот что происходит. Она принимает там Иисуса. Я молюсь за спину. Она начинает двигаться примерно как-то вот так. О, мне лучше. Ой, слушай, спине лучше становится. Прямо на самолете. Спасение. И да, расцеление. Прямо там, в самолете. Я никогда больше не видел эту даму. Ни до, ни после. Может быть, на небесах только с ней увидимся. Я не проповедовал ей. Я не возвышал свой голос. Я не пытался доказать, насколько я духовный. Я просто разговаривал своим обыкновенным языком, как мы общаемся каждый день. Пытаясь использовать мудрость Божью. И любовь Божью. И сострадание. И до того, как самолет успел приземлиться в Аризоне, она помолилась о принятии Христа. И ее спине было намного лучше. Вот что я вам хочу сказать. Нет ничего лучше в жизни, чем вот это. Нет ничего лучше, чем жить ради такого. Когда вы становитесь машиной или инструментом Божьих благословений для других. Когда Господь начинает делать чудеса через тебя. Это самая лучшая жизнь, которую можно прожить. И откроем Иоанна 10, 10 главу, 10 стих. И вы студенты Библейского колледжа. И я уверен, что вы знаете это местописание. Вы должны его даже на память знать. Иоанна 10, 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И мы знаем, что здесь говорится о сатане. Итак, читаем вторую часть. Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке. Я изучал этот стих на греческом. Я итальянец, но изучал это на греческом. Не обращайте внимания. Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Кто в греческом соображает? Может кто-то объяснить, что значит «я пришел, чтобы имели жизнь»? Какое греческое слово описывает слово «жизнь»? В греческом это «зоуи». Слышали хоть когда-то? Слово «зоуи» означает с греческого «божью жизнь». Не обыкновенную. А греческое слово для слова «жизнь» здесь, в этом стихе, означает «имели зоуи» и «божью жизнь». Послушайте внимательно. Иисус говорит, «Я пришел вам дать жизнь». «Я пришел дать вам зоуи» — «божью жизнь». И на греческом он во второй раз использует слово «зоуи». Но я дам вам эту «зоуи», эту «божью жизнь» в избытке. Теперь мне надо встать. Послушайте внимательно. «Я пришел дать вам жизнь», «божью жизнь». Но я пришел дать вам эту «божью жизнь» в великом изобилии. И другой день кто-то проповедовал на эту тему. И Дух Святой дал мне откровение. Послушайте внимательно. Иисус говорит, «Я пришел дать Божью жизнь». И я пришел дать вам в избытке этой «божью жизнь». Что говорит мне, что это означает, что у тебя может быть «божью жизнь», но не в таком избытке. Да? Если Иисус говорит, «Я пришел дать вам Божью жизнь». Но я пришел дать ее вам в большем изобилии. Это подразумевает, что есть возможность, что у тебя может быть Божья жизнь, но она у тебя будет в менее изобилии. Правильно? Будет ли это являться точным определением, описанием и переводом? Правильно? Если она может быть в избытке, то она может быть и не... Если я пришел к тебе и говорю, «Хочу дать тебе денег, настоящих денег, но тебе я хочу дать настоящих денег даже в большем избытке». Это означает, что между ней и ней есть еще одно положение, третье. Это все еще хорошо, но не так много, как там. Уловили? У вас есть выбор. Валик. Слава Богу, вы уже выбрали Божью жизнь, и вы пойдете на небеса. Но у вас есть еще второй выбор. Вы можете иметь Божью жизнь в большем избытке, или у вас она будет в меньшем количестве, эта Божья жизнь. Аминь? Я знаю, что у вас это может быть в Украине, у нас это есть в Америке. Много замечательных братьев и сестер во Христе. Они любят Иисуса. Они читают Библии. Они любят Бога. Они пойдут на небо. Но они не верят в сверхъестественную силу Духа Святого. Да? Аминь? Хорошие люди. Мы можем любить их и помогать им. Но они не верят в сверхъестественную, динамическую силу Духа Святого внутри вас. А мы верим. И это ваш выбор. Проживете ли вы эту Божью жизнь в большем изобилии или в среднем изобилии или в минимальном изобилии? Это ваш выбор. И мы можем ободрить вас. Мы можем научить вас. Мы можем подкинуть дровишек в ваш огонь. Но в вашей ежедневной жизни в течение лет только вы можете выбрать этот выбор. Только вы можете сделать этот выбор и быть постоянным и верным и заплатить свою цену. А она есть для вас. Это Божья жизнь. Вы можете получить ее, но вы можете ее получить в большем изобилии. И когда вы получаете это, вы не захотите ее оставить никаким другим образом. Вы не покинете ее. Вы никогда не захотите вернуться к естественному христианству. Вы никогда не захотите к этому вернуться. Потому что вы можете ходить в сверхъестественном христианстве. Это жизнь в большем изобилии. Это вот тот момент, когда все сверхъестественное, оно становится естественным. Становится нормальным для вас. И вы идете куда-то, и что-то происходит. Идете в другое место, и что-то там Бог делает. Он дал слово человеку. Вы уходите от него. Вы высвободили слово человеку. Вы покинули его через год. Вы встречаетесь. А человек говорит, вся его жизнь изменилась из-за того, что он принял одно это слово. Вся жизнь меняется из-за одного пророчества, одного слова знания. Или вы молитесь за моего ребенка или за моего внука. И доктор говорит, нет надежды. А Бог исцеляет. И он использует вас для этого. О, братья и сестры, вот это жизнь в Божьем изобилии. Это жизнь в большем изобилии. И я сейчас поделюсь свидетельствами, пока моя жена не поделилась им. Я буду первым. Только если она будет вам его рассказывать, вы тоже изображаете, как будто слушаете его впервые в жизни. Хорошо? Просто с восхищением так принимаете? Удивительно, сестра. Вау, сильное свидетельство. Хорошо? Не покажите ей, что я уже вам его рассказала. У нас был молодежный пастырь в церкви. И у его матери была опухоль в головном мозге. И на следующий день она должна была поехать в известнейший госпиталь, к больницу. И они должны были удалить ее. Открыть черепную коробку и достать опухоль. И этот молодежный пастырь знал, что мы могли помолиться молитвой веры. И мы высвободили молитву веры. Мы не высвобождаем молитву сомнений. Мы не молимся такими молитвами. Мы с супругой молимся молитвами веры. И мы сказали это молодежному пастырю, и он передал это и матери. И в 11 вечера она звонит нам. Мне сын передал, что вы с супругой можете помолиться молитвой веры. И мы сказали, да, мы можем. Мы уверены, мы можем так помолиться. Завтра я иду в больницу, чтобы они открыли мне череп и достали эту опухоль оттуда. Можете за меня помолиться? И мы сказали, да, мы можем помолиться молитвой веры. Она сказала, хорошо. Мы помолились. Молитвой веры. Она на следующий день поехала в больницу на операцию. И она говорит, слушайте, доктора, перед началом операции можете вы мне еще один раз, вот еще последний, проверьте голову. МРТ сделайте, пожалуйста. Один раз еще раз прошу вас, проверьте, сделайте МРТ. Они проверили. Ничего там нету. Ничего там не было. Нет нужды в операции. Полностью исцелена. Силой Христа. Вот это жизнь Божья в изобилии. Эта женщина смогла поверить в Бога в настоящем. Бога сейчас. Ей необходимо это было. Сей час. Я верю, что она могла получить свое исцеление через операцию, через докторов, но покажите мне желающих, чтобы ему вскрывали голову. Потому что у тебя может оказаться чуть-чуть меньше мозгов, чем до того, как они начали. Может, они пару извилин смогут тебе отрезать. Кто хочет, чтобы у них ковырялись мозги? И я вижу, что, ну, многим из вас нужна такая операция, чтобы добавить пару извилин. Я шучу. Я просто шучу, поверьте. Но зато вы улыбнулись. Умножение извилин. Я вас вообще по-настоящему уже полюбил. Всех вас. Так что вернемся к нашей Божьей жизни в Божьем изобилии. Вы можете представить, как я и моя супруга Вики себя почувствовали, когда мы услышали этот результат. Мы не по земле ходили, мы по небу бежали, мы по воздуху ходили. Каждый раз, когда Господь делает чудо для нас и для нашего служения, и мы имели их много, этих чудес, это как будто всякий раз, это как первый раз получаешь чудо от Бога. Мы постоянно переживаем эту радость и вдохновение. И только Господь может это сделать. Только Господь может это сделать. Аминь. Дальше. Хочу сегодня закончить коротеньким учением. Откройте, пожалуйста, Бытие, первую главу, первый стих. Я подсказку вам даю, это в начале книги. Оно поможет вам найти, это в начале. Первые странички. Это маленькая помощь вам. Вдруг вы не знаете, где Бытие, первая глава, первый стих. Все нашли? В начале Бог сотворил небо и землю. Вы должны знать вашу Библию. Вы должны изучать ваше Слово. И Библия говорит, Бог создал небо и землю. Сегодня все делается в Китае. Поэтому верьте Библии, Бог сотворил небо и землю. В начале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустыней и пустой. И пустой была. И была тьма над поверхностью пучины. И Дух Божий трепетал над поверхностью вод. Вот, короткое учение здесь, и на этом мы сегодня закончим. Бог создал небо и землю. И земля, она была несформированной, она была пустой, и тьма была. И в иврите, перевод иврита, описывает вот это состояние, что был хаос. Достаточно плохая ситуация, правильно? Она была не сформирована до конца. Она была пустой, была тьма. Но Дух Божий, Он носился или трепетал над поверхностью земли. И это слово на иврите вот окутывал землю, да, или носился над землей. Это как будто вот ты поддерживаешь что-то, вот как ребенка держишь у груди. И в некоторых переводах даже переводится, что Он почивал над поверхностью земли, отдыхал. И вот мы имеем пустоту, тьму и хаос на земле. Это все выглядит очень плохой ситуацией. Но Дух Божий, Дух Святой, Он там, и Он покрывал это все. Он почивал, и Он ничего не делал. Он покоился. И если вы расслаблены, если вы отдыхаете, это значит, что вы не работаете. Давайте посмотрим следующие слова. Третий стих говорит нам, «И потом Бог сказал». И затем Бог сказал, «Пусть будет свет». И появился свет. Послушайте, там снаружи есть много людей. Их жизни пусты. Они находятся в хаосе. Они живут в тьме. Но Дух Святой сегодня носится над землей. И это природа Духа Святого, чтобы делать что-то. И его природа не заключается только в покое и покрытии. послушайте под те и прочитайте снова книгу «Деяний». А там описана природа Духа Святого, его движение и делание что-то, созидание. И как же мы можем сделать, чтобы Дух Святой начал двигаться в нашей пустоте, в нашей тьме и в нашем хаосе? Как же мы можем сделать, чтобы Дух Святой служил в жизнях потерянных людей, когда тьма есть в их сердцах и пустота, и они живут в хаосе? Как вы можете заставить Дух Святой двигаться в этих обстоятельствах? Точно так же, как Бог Отец тогда заставил Дух Святой двигаться. Он сказал слово. Он сказал, да будет свет, и появился свет. Видите? Бог ожидает людей, которые смело будут говорить Его Слово в темноту, в пустоту, в хаос в жизнях людей. Он жаждет, желает тех, у кого есть вера в их сердцах и смелость в ихних устах проговорить это слово веры. Потому что, когда вы делаете так, вы высвобождаете Дух Силы. И там, где была тьма, там будет свет. Аминь. Когда вы получаете крещение Духа Святого, у вас теперь есть внутри каждого эта сила. Сейчас есть у вас сила Духа Святого внутри вас, и вы также все еще имеете силу Духа Святого, которое покрывает всю землю. Аминь. Он внутри вас, готов внутри двигаться, и также Он покрывает землю. И все, что вам надо сделать, это проговорить это слово верой. И Господь будет двигаться и изменит тьму в свет. Он ищет таких людей, у которых есть вера в сердце, и смелость говорить это словами. И это то, что будет менять вещи вокруг. Это принесло изменения в бытие первой главе, в деяниях второй главе, и это все еще работает сегодня. Аминь. Аминь. Продолжение следует...